Я рада вас приветствовать! И сегодня мы с вами поговорим о таких ключевых тоже страхах, но которых мы не затрагиваем. Знаете, как бы на удивление, я даже сама не ожидала, тестируя сейчас нескольких человек по денежному потоку, по финансам безграничны, нашла вот у меня группа последняя, у них был очень сильный, знаете, такое убеждение, что я не достоин денег, я не достоин больших денег, я никогда не буду богат. Это такое убеждение, которое причём пришло тоже из детства, но чаще даже это пришло по генам, через наше ДНК, потому что у наших многих предков такое вот было, и нам это передалось прям по крови, так скажем. И часто эти убеждения, они не только нам наложены социумом, то есть они ещё и наложены нашими предками, нашими генами, нашими какими-то прошлыми реинкарнациями. Поэтому здесь иногда одних простых проработок с убеждениями бывает не хватает. Вроде бы прорабатываешься и убираешь, а потом опять выходит, и страхи приходят по новой, и убеждения начинают проявляться, но с другой стороны с какой-то. Такое тоже бывает. Так вот, мои дорогие, да, пальчики мы ставим. Давайте ставьте пальчики. Сейчас смотрят 17 человек, 9 пальчиков хочу больше. Давайте не жадничайте, мои дорогие, и я вам посылаю плюс 100 в карму. Всем, кто ставит пальчики. Это важно, это нужно для того, чтобы тоже был больше охват, и чтобы больше людей могли увидеть полезную информацию. Так вот, сегодня мы с вами будем проводить медитацию, практику такую. Она будет связана как раз с убеждениями. Потому что убеждение, что, понимаете, оно такое двоякое, это убеждение. С одной стороны, люди очень хотят стать богатыми, а с другой стороны, они считают, что какая-то безысходность иногда нападает, что никогда мне не быть богатым. Но как бы нежели богато ничего начинать, то есть или там, что бы я ни делал, ничего не получается. И вот это вот очень страшный такой, страшный момент, когда люди начинают бояться, когда люди начинают думать, что ничего не получится. Вот это очень-очень страшно. И в этот момент, как раз вот это убеждение, оно выходит из глубины, даже не подсознания, а из глубины наших клеток и нашего ДНК. И если вы чувствуете, что у вас тоже такие моменты бывают, поставьте, пожалуйста, плюсик, напишите, у кого бывает такое ощущение, что вроде бы ты веришь, вроде ты всё делаешь, то есть каких только аффирмаций не делаешь, и то, и другое, третье. А может как накрыть-накрыть, что вот ничего не получится, не буду я никогда богатым, и не достоин я как будто бы больших денег. И вроде как вот, знаете, это вот оно не такое явное прям, оно не настолько сильно фонит, но бывает просто проскальзывает, знаете, и оно прячется очень сильно, очень часто. И вот от него мы будем сегодня избавляться, потому что очень многим оно и как раз и мешает, потому что именно этот страх мешает нам совершить такой глубокий прыжок. А в код богатства заходить нужно, когда уже этого страха нет, потому что многие из вас у меня прошли твои финансы безграничны, денежный поток, и очень от многих страхов вы уже избавились. Но вот этот вот страх, он, к сожалению, он даже не страх, он как будто бы какое-то убеждение, непонятно откуда берущееся. И ты даже его иногда и не ожидаешь, оно раз и появилось. Это вот прямо такой бич, к сожалению, который как раз и мешает перейти в другой уровень. Оно мешает, и бывает, знаете, вроде бы ты на позитиве и радуешься, и пытаешься создавать всё время постоянно хорошее настроение, и испытываешь благодарность. А раз и накатывает, и ты начинаешь как будто становиться опять жертвой. Начинаешь ныть, начинаешь где-то какие-то проблемами считать. Хотя ведь всё игра на самом деле. И сегодня мы с вами пойдём, у нас будет такая медитация для того, чтобы вы почувствовали и поняли, что всё в этой жизни игра. На самом деле, как таковых проблем-то нету. Это всё в нашем уме. Сегодня мне записал один молодой человек, который прошёл курс безграничной финансы, записал отзыв. Это было так приятно, когда он 7 минут говорил о том, он больше говорил не обо мне, он говорил о курсе и о том, как ему стало, что он, да, он не получил, может быть, сразу там огромных денег, ещё чего-то, но он получил, и проблем не стало меньше, с одной стороны. Но он получил осознание того, как вообще ему дальше жить, и что это проблемы, не проблемы. И получил осознание того, как к этому относиться по-другому, наблюдать со стороны и быстрее прорешивать, быстрее находить выход. Потому что часто из-за того, что у нас есть вот эти какие-то негативные убеждения, что у нас не получится, что мы никогда не будем богатыми, что мы опять ошибёмся, или вот делаешь, делаешь, потом раз и всё отобрали. И вот это вот, вот эти убеждения, они как раз и мешают нам, мешают нам дальше двигаться. А код богатства – это для людей, которые уже готовы. И поэтому нам нужно с вами подготовиться. И мы вот на этом марафоне как раз будем готовиться к тому, чтобы зайти уже в код богатства. Там начинается другой уровень. Я сегодня говорила, там будет просто бомбический модуль по энергиям. Вот это просто будет что-то невероятное. Эта неделя вам, вы знаете, она будет вас как на качелях вверх-вниз. Вы проживёте, осознаете очень многое. А потом модуль будет общение. Он тоже будет такой, настолько достаточно насыщенный, где-то сложный местами. Финансовые блоки, он будет полегче, но он будет очень для мозга взрывной такой. Потому что мы уберём финансовые блоки, и мозг начнёт по-другому вообще мыслить. И дальше у нас будет ещё интуитивный шоппинг, интуитивные продажи и вообще мотивация. Это уже такое больше про творчество, про канал креатива, про канал развития. А потом мы с вами будем как раз взлетать. Мы будем реально взлетать и будем переходить на другой уровень. И для этого, для этого, мои дорогие, мы сейчас на этом марафоне с вами подготовимся. Потому что я, к сожалению, начала видеть, что не все моменты и не все, кто идут в код богатства, готовы. Потому что кто-то прошёл твои финансы безграничные, кто-то прошёл денежный поток, а кто-то нет. Поэтому, чтобы вас подготовить, чтобы вы были готовы к коду богатства, то обязательно проходите этот марафон. Мы сейчас будем прорабатывать вот такие страхи, как то, что я никогда не буду богат, как то, что всегда найдётся, кто отнимет. Но деньги достаются тяжёлым трудом. Это уже, слава богу, не про вас. Это уже ситуация у вас пройдена. А вот то, что никогда не стану богатой, я не достоин больших денег, а может быть, это не в моей жизни. Может быть, я не достоин этого. Может быть, я ещё не настолько хорош, чтобы эти деньги зарабатывать. А может быть, кто-то другой лучше меня. Вот этот вот синдром самозванца, синдром социума, кстати, тоже, он очень-очень сильно мешает. И также страх не реализоваться. Страх того, что ты не реализуешься, но про него мы будем говорить на финблоках. А сегодня мы с вами поговорим как раз вот, что почему одни бедные, другие богатые. Да потому что те, кто верит в то, что, возможно, он не достоин быть богатым, он никогда и не станет богатым. Вы посмотрите, насколько бывает, что люди, которые ничего из себя не представляют, могут моментально разбогатеть, потому что они не сомневаются в том, что они достойны быть богатыми или недостойны быть богатыми. А чем более высокоинтеллектуальный человек, чем выше у него IQ, тем больше он начинает копаться. А может быть, я недостоин, а может быть, ещё что-то, может быть, другие, а может быть, мне ещё нужно развиваться, ещё что-то делать, накапливать знания. Нет, ребят, просто нужно избавиться от многих таких вот страхов, которые мешают, чтобы перейти и быть готовым. И я надеюсь, здесь как раз все люди, которые идут в код богатства. Есть тут кто-то, кто ещё не решился на код богатства, кто ещё думает. Напишите мне, пожалуйста, плюсик. Вот, и чтобы я понимала, кто здесь, какая у меня аудитория. Я просто хочу сказать, что так получается, что мы сами себе ставим ограничения. Мы сами себе ставим рамки. Я помню, как я когда-то думала, ну, хорошо. Когда я, моя консультация стоила там три тысячи ещё, да, то есть как бы и у меня не было клиентов, которые бы платили мне прям большие деньги, да. Я помню, что я думала, ну, 200-300 тысяч заработать, блин, это такие большие деньги. Это ж сколько мне надо принять людей на консультациях, когда у меня платили там кто 500 рублей, кто 1000 рублей, особенно, когда я не называла вообще цену. И для меня это было бы, было такое прямо очень-очень непонятным, как можно зарабатывать там 300 тысяч, да, там или 400 тысяч. А потом, когда я себе разрешила, потом, когда я себе реально разрешила, там, и поняла, что я достойна того, чтобы зарабатывать, и то я поставила тоже определённую планку, да, то есть как бы, которую я потом расскажу, как это было. И так сразу же у меня появились клиенты, которые могли заплатить мне вперёд, да, там за их работу, когда они приходили. Например, я бралась за дело, где у человека начинались судебные дела. И я ему говорила, это твои конкуренты? Он говорит, ну, я говорю, да-да. Он говорит, ну, кому я в Челябинске нужен? Я говорю, ну, это москвичи. Я говорю, ты осенью узнаешь. Мы всё убирали, находились люди, которым мы помогали, потом в итоге оказалось, что да, вот это были москвичи, которые заказали, чтобы у него там нашли разницу в одной копейке с пачки, да, то есть которая как бы, он, ну, не посчитал его значимым, а на налогах это прям сильно отразилось, и, ну, там, потому что контейнерами, и могли его прям уголовное дело завести. Мы вот от этого его избавляли, и он мне просто заплатил 150 тысяч сразу. И это был такой первый раз, когда мне оплатили такую большую сумму. Потом были ещё и не раз, да, то есть бизнесмены, которые могли сразу прийти, оплатить, чтобы я их брала, так скажем, на абонентку. Поэтому как бы я знаю, что можно зарабатывать за раз 150 тысяч, а можно зарабатывать 30-40 тысяч, и потому что ты сам себя не ценишь, и считаешь, что ты недостоин того, чтобы деньги приходили к тебе. Поэтому здесь вот это очень важно. Тем, у кого нет сейчас финансов, пожалуйста, пройдите марафон, и, возможно, с большой вероятностью к первому модулю у вас появятся денежки. Просто сейчас у вас есть такая возможность до первого числа, вот как Юля сделала, если вы всё-таки хотите, но и хотите попасть на первый модуль, да, то есть на модуль энергии, вы можете сейчас забронировать, я думаю, мы вам пойдём навстречу, раз вы наши постоянные, и чтобы получить хотя бы по цене не по 8 тысяч за модуль, а по 6, у вас ещё есть такая возможность. И я думаю, что у вас появится возможность, когда вы пройдёте этот марафон, потому что после него быстро происходят разные-разные ситуации, на которых приходят денежки. Итак, давайте сделаем медитацию, чтобы убрать эти страхи, чтобы убрать... А, 7 уже, да, не 8, ну, 8 будет следующий, да, шаг будет 8, сейчас 7 уже, да, вот, то есть как бы будет следующий шаг с 1 июля 8 уже, поэтому сейчас вы пока бронируете за 7. 1 июля я проведу следующий вебинар и станет уже 8 тысяч модуль. Так что давайте устраиваемся поудобнее, делаем глубокий вдох-выдох, расслабляемся, Глубокий вдох-выдох, глубокий вдох-выдох. Представьте, как волна тепла, любви от макушки до кончиков пальцев ног, расслабляет вас и идет. Пустите эту волну расслабления от макушки до кончиков, пальцев ног и обратно, вниз-вверх, вниз-вверх. Почувствуйте, как с каждой волной ваше тело наполняется теплом, становится мягче и расслабленнее. Почувствуйте, расслаблением. И сейчас, прямо сейчас, обратите внимание на свое прекрасное сердце. Оно такое красивое. Не бывает некрасивых сердец. Бывают только красивые сердца, которые забыли о том, что они прекрасны. Вспомните о том, что ваше сердце и ваша душа прекрасны. А сейчас, сейчас почувствуйте, почувствуйте каждую свою клеточку, почувствуйте свою кровь. Это ваши предки. Увидь их. Ведь для того, чтобы вы были здесь, до вас жили тысячи, тысячи ваших предков. И они многие испытывали разные страхи. И у них у многих были ограничения, убеждения. Возможно, они отрекались от денег, от богатства. Возможно, они считали себя недостойными больших денег и большого богатства. Давайте сейчас, сейчас увидим, увидим всех своих предков. и прямо сейчас. Попросите выйти предка, который отказался от богатства, который считал себя недостойным больших денег. Посмотрите на него. поблагодарите его за то, что он был. А сейчас пошлите ему много-много безусловной любви. Настолько много, прямо, чтобы он начал весь светиться, каждая его клеточка. И он почувствовал, как его любят. И что финансы безграничны. И этот денежный поток, он приходит от Создателя. Попросите его отказаться от своих зароков или клятв, которые он давал или обетов, о том, что он будет жить в бедности и в нищете. Попросите всех своих предков, которые давали такие обеты за руки или обещания. Невозможно, у вас сейчас начнет схватывать гуру, потому что начал работать ваш денежный поток, денежный поток вашего рода. Попросите у них, их, чтобы они отказались от всех обетов и обещаний, потому что поспусь они наполнятся огромным, огромным потоком, безусловной любви, денежным потоком. прямо сейчас покажите им, что финансы безграничны, покажите им, что создатель дает нам все. поверьте с вами, как во вселенной, миллиарды вариантов, и ваш поток, он всегда с вами. Наполните ваш род. Почувствуйте, что они отказались, отказались от этого обета или обещания или аскезы, жить в бедности. Теперь почувствуйте, что прямо сейчас ваш род начинает ощущать, что он достоин богатства, изобилия, процветания. Увидите, как каждый ваш предок наполняется безусловной любовью, наполняется денежным потоком, денежной энергии. Вы можете почувствовать жар в теле, потому что сейчас каждая ваша клетка начала меняться, идет огромная работа, и может быть у вас заболит спина, происходит трансформация, и этот жар, он может быть какое-то время, а также сдавливать горло, но не бойтесь, ждет максимум полчаса после нашего практикума, и у вас все вернется на место. Почувствуйте, что ваш род полностью принял жизнь в изобилии, в процветании. Прямо сейчас ваш род принял, что он готов жить в изобилии и процветании, и что финансы безграничны, что во вселенной миллиарды возможностей, триллионы возможностей, а теперь теперь сами представьте этот денежный поток. Еще раз может сильнее перехватить горло. Огромный денежный поток теплый, очень теплый, не горячий, не холодный, теплый, приятный, золотистый, полупрозрачный, и вы в нем. И вы понимаете, что этот денежный поток он всегда с вами. Он всегда с вами. Почувствуйте его. Почувствуйте, что финансы безграничны, что вы можете всегда взять их из своего денежного потока. они появляются на каждую вашу истинную потребность. Так, чтобы вы жили самым наилучшим образом, потому что вы этого достойны. Вы достойны жить в изобилии, в процветании. Примите это. того, что вы достойны быть богатым. А сейчас посмотрите, нет ли у вас еще страха одиночества? ведь очень многие отказываются от денег, боясь остаться в одиночестве, что их родные и близкие не поймут их. Но невозможно быть в одиночестве, ведь с вами создатель. С вами тысячи тысячи ваших родственников, которые были. Создатель всегда с вами. и он решает все для вас самым наилучшим способом. Не бойтесь. Не бойтесь больше. Умейте любить. Умейте благодарить. почувствуйте радость. Начните улыбаться каждому дню, каждому мгновению, каждой минуте. А теперь медленно или быстро, так как комфортно каждому из вас, мы возвращаемся в эту реальность здесь и сейчас и открываем глаза. Медленно или быстро, так как комфортно каждому из вас. Мы возвращаемся в эту реальность здесь и сейчас и открываем глаза. Мои дорогие, что вы почувствовали, какие энергии у вас образовались, что происходило с вашим телом. Это важно. Это очень важно, чтобы вы отследили. Может быть немножко заболит спина. Почему? Потому что перед другим уровнем, перед таким большим рывком, когда мы начинаем подготавливаться, начинает небольшой провал идти, начинает каждая клетка готовиться и может заболеть поясница. Там как раз блоки по нестабильности, вот это наша зацепка за стабильность, про которую мы попозже поговорим. Завтра мы поговорим об этом. И очень-очень много начинает вылазить болезни по позвоночнику, потому что происходят изменения. не пугайтесь. И может быть сейчас у вас даже будет так, что вроде как будто бы стало похуже с деньгами. Тоже не пугайтесь. Так должно быть перед рывком. Мы с вами пойдем в другой уровень. Это очень хорошо, что вы предков видели и что вы их очень любите. Это очень хорошо. Поэтому мои дорогие все, кто готов к другому уровню, я вас жду. Но если вы еще не готовы, если вы еще хотите побыть немножко в состоянии жертвы, прокрастинации, вот в этом состоянии, то подождите. Может быть потом вы пойдете в следующий поток. А вот если вы уже реально готовы, то я вас жду сейчас. Сейчас, когда у нас есть возможность перед большим кризисом спину ломила, конечно, очень много блоков выходит перед большим кризисом поменять свою жизнь, сделать так, чтобы она была более интересной, насыщенной. Значит, Антонин, у вас очень сильно много блоков. вам говорила, что ваша задача перестать жить в прошлом. Пожалуйста, как можете отказывайтесь от своих обид, от своих ожиданий, от своих вот этих вот страданий, которые у вас были связаны с вашими потерями. Примите, что это уже произошло. Вы уже молодец, вы очень много сделали, но еще 50% у вас не ушло. А если вы не будете меняться, я не буду больше на вас реагировать, честно, потому что вы можете, я вижу, что вы можете, вы просто держитесь за это, уберите свои обиды, уберите свои зацепки за прошлое. Прекрасно, окутывал поток золота, это очень хорошо. Даже загружилась голова, супер, 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 это очень хорошо. Умнички. Я очень-очень рада. У вас, Лен, значит, другая какая-то проблема, не обязательно, что у вас выживете в прошлом, я говорила, это для Антонины. Антонина, у неё свои вопросы, у каждого своё. Почему мы проводим экспресс-консультации, почему я провожу такие консультации, потому что у каждого, каждый человек индивидуален. Есть что-то, есть что-то похожее, а есть, Антонин, вы сейчас можете говорить, что вы не помните, но вы до сих пор переживаете за то, что вы потеряли, за то, что вас лишили, вы ещё до сих пор не отпустили этого. Так вот, каждому своё, у меня иногда бывает так, что я, вот был случай, я девочке говорю, это твой второй брак, она говорит, нет, первый. Ну как, мне показывают, что это второй. И она вспоминает, она вспоминает, что она была замужем в 19 лет, они обвенчались, и через два дня она его застукала со своей лучшей подругой. и она настолько это выкинула из головы, что не помнит, прошло там 25 лет, она даже не помнит этого. То есть для неё вот тот брак, в котором она сейчас живёт, стал как первый. а вот очень много проблем потянулось вот оттуда, с первого брака. А она не помнила, она не помнила, что это было. Поэтому, поэтому я говорю, бывает, люди со мной начинают спорить, что я этого не вижу, но при этом сами при этом сами делают какие-то вещи. Елен, я не могу дать вам такой совет. Вы должны выбирать сами. Если вы, понимаете, сейчас вы хотите переложить ответственность на меня, но другой уровень, код богатства, он о том, чтобы принимать решения самостоятельно, научиться принимать решения. Помните, я говорила, что многие не принимают решения переезжать или не переезжать. Да просто примите, чтобы не сливать энергию. просто примите себе решение, что вы разрешаете себе пойти на код богатства. Вы разрешаете себе стать богатыми. Вы разрешаете себе получить информацию. А оттуда уже, оттуда уже дальше идти и принимать решения. Понимаете, не решения даже, а действия. И возможно, что-то поменяется. Поэтому не перекладывайте на меня ответственность. Честно, никогда никому не скажу, что вам лучше сделать. Когда просто говорят, с чего мне лучше начать, со здоровья или с денег, чаще всего это здоровье. А если же меня спрашивают, что лучше сделать, пойти туда или туда, ребят, это ваш выбор. Вы взрослые люди, вы должны быть ответственны. Таким образом, мы переходим на другой уровень. Все мои родные, мои любимые, они выглядят. Продолжение следует...